Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На бывшей фабрике Икея будут наращивать мебельное производство. Об этом заявили в компании «Луза Лес», которая приобрела предприятие. В поселке Красная Поляна Вятскополянского района, где расположено производство, уже побывали представители нового собственника. Во время встречи с коллективом они заявили, что комбинат продолжит работу, сохранит свою специализацию – выпуск мебели. Также они сообщили, что завод будет переименован в «Луза Лес Вятка». В ближайших планах компании увеличить объемы производства и ассортимент продукции. В частности, рассматривается возможность выпуска школьной мебели. Под эти задачи руководство предприятия намерено создавать новые рабочие места и объявить о дополнительном наборе персонала. Половина жителей Кировской области готовы искать подработку. Таков результат опроса, проведенного службой исследований «Хэтхантер». Оказалось, что 9% из числа опрошенных уже имеют подработку, а 50% рассматривают поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев. 38% опрошенных подрабатывать не собираются. Вакансий, предполагающих именно подработку, а не занятость на полный день, в Кирове сейчас, как отмечают эксперты, немало. Только за март было размещено более 300. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Знают ли ваши сотрудники тонкости работы с онлайн-кассой? Даже просто невнимательность или забывчивость могут привести к внеплановой проверке со стороны налоговой. Основаниями для нее могут быть жалобы или инициатива надзорного органа. Как отмечает руководитель компании «Бухгалтеры Я» Татьяна Максимчук, налоговая без труда увидит ошибки, имея доступ к личным кабинетам операторов фискальных данных. Очень много будет вопросов за 2022 год, когда будут поданы декларации по ОСН. У нас предприниматели то берут оплату картой, а в чеке пробивают будто по наличке, то выдают терминальный чек, а на электронной кассе не пробивают. Все это нарушение контрольно-кассовой дисциплины. Налоговый не устроит объяснение, что у вас сотрудник не умеет пользоваться ККТ. Проверьте компетенции ваших сотрудников, работающих с кассой, и уточните у профессионалов, где есть риск нарушений, которые могут оказаться в поле зрения налоговой. Компания «Бухгалтер» и я. Запись на консультацию по телефону 213-112. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова